Внимание! Редакция медиахолдинга Slavik Family не несет ответственность за содержание рекламных сообщений и авторских программ. Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня на радио Slavik Family на волне 10.40 АМ мы будем говорить о курении, о его влиянии на организм человека и о том, как можно избавиться от этой привычки. Если вы или кто-то, кто вам не безразличен, все еще не могут покончить с курением, то оставайтесь с нами, будет много полезной информации. Кстати, нас можно также слушать и смотреть на странице Slavik Family в Фейсбуке, и вы можете это сделать либо прямо сейчас, либо позже в записи. Итак, практически все знают, что курить вредно. Причем вредно не только для курильщика, но и для окружающих людей. Но многие курильщики опираются на разного рода мифы, чтобы оправдать то, что они продолжают курить. В январском и февральском номерах журнала Афиша и в сегодняшней передаче, кстати, мы постараемся развенчать некоторые из этих мифов, а также дадим ряд практических советов по поводу того, как покончить с курением и начать вести более здоровый образ жизни. Для этого мы пригласили специалиста управления здравоохранения округа Мэрион. Это Дрю Пол, специалист по просветительской работе по вопросам здравоохранения. А вести передачу буду я, Тамара Бурковская. Добро пожаловать, Дрю. Дрю, welcome to Slavik Family Radio, and thank you for joining us. Thank you, I'm great. I'm glad to be here. Спасибо, я рад присоединиться к вам. Ну, а теперь перейдем к вопросам. Некоторые люди считают, что влияние курения на здоровье преувеличено и несколько сигарет в день особого вреда не принесут. Кроме того, у сигарет есть фильтры и они делают сигареты более безвредными. И что вы можете сказать о наиболее распространенных влияниях курения сигарет и пассивного курения на здоровье? Когда кто-то курит, то это во многом влияет как на здоровье самого человека, так и на здоровье окружающих. И курение приносит вред здоровью, даже если сигареты с фильтром. По статистике, в США курение становится причиной 30% смертельных исходов от рака. Даже пассивное курение повышает вероятность инсульта и сердечных болезней среди взрослых на 20-30%. Смoking during pregnancy can triple the risk of sudden infant death syndrome for the child. And tobacco is still dangerous with the filter. The reason the filter exists is to make the smoke milder on the throat. It doesn't exist for other purposes. That's the only purpose. And the harmful chemicals still get through the filter. So, smoking tobacco causes harm to you and those around you, and the filters don't make it safe. Курение во время беременности в три раза повышает риск синдрома внезапной смерти у новорожденных. Курение сигарет даже с фильтром однозначно вредно для здоровья. Фильтр предназначен для того, чтобы смягчить действие табачного дыма на горло. Но вредные химические вещества проникают в организм даже через фильтр. То есть фильтр это только защищает ваше горло, но не защищает ваш организм. Курение наносит вред здоровью курильщика и здоровью окружающих. И фильтр совсем не делает сигареты более безопасными. Теперь я хочу спросить, что дает отказ от курения. Единственная польза отказа от курения – это ради здоровья или есть еще какие-то причины, чтобы бросить курить? Drew, are our health benefits the only reason for someone to quit? Are there any other reasons for quitting smoking? Yeah, so there's both long- and short-term benefits to quitting tobacco, both for your health and your wallet. So for your health, within two weeks, your lung function and circulation start to improve. Within a year, your risk of coronary heart disease is half that of smokers. Within five years, your chances of various cancers and stroke disease is half that of smokers. And by 15 years, your risk of heart disease is the same as that of a non-smoker's. Есть непосредственная и долгосрочная польза отказа от курения. И эта польза отражается и на вашем здоровье, и на вашем кошельке. Начнем с пользы для здоровья. Уже через две недели после прекращения курения улучшается работа легких и кровообращения. Через год после прекращения курения, риск ишемической болезни сердца сокращается наполовину. Через пять лет, вероятность развития рака и инсульта уменьшается наполовину. А через 15 лет, риск болезни сердца, убросившего курить, будет таким же, как и у некурящих. And there's also a lot of benefits for your wallet. According to Smoke-Free Oregon, those who smoke a pack a day can save $2,000 a year by quitting smoking. That's 131 hours worth of work for the average worker saved. That's four months worth of car payments. That's 100 pizzas. And over 15 years, that's almost a year's worth of pay for the average worker in Marion County saved by quitting tobacco. It's, you can be a good role model for your children if you have them, or you can be an inspiration to your friends if you quit smoking. Your health and wallet won't thank you for quitting. По данным организации Smoke-Free Oregon, это Oregon без табака, можно перевести так, если человек выкуривает одну пачку сигарет в день, то за год он может сэкономить до 2000 долларов, если откажется от курения. С чем можно сравнить эту сумму? Например, это примерно составляет столько, сколько рабочий в среднем зарабатывает за 131 час работы. Ну, это примерно полтора пачека. Или это равно примерно размеру месячной арендной платы. Или четырем месяцем выплаты кредита за машину. Или на эти деньги можно купить 100 пиц, если вы любитель пиц. За 15 лет можно сэкономить сумму, почти равную средней годовой зарплате работника в округе Marion. Так что, если вы бросите курить, вы станете хорошим примером для своих детей, если у вас есть дети, или вдохновите своих друзей. Ну, и, конечно, и ваше здоровье, и ваш кошелёк скажут вам спасибо за то, что вы бросили курить. Ещё я хотела спросить, пользуясь случаем, какие способы бросить курить наиболее успешны. И какие ресурсы есть в Орегоне и в округе Marion для того, чтобы покончить с курением. Дру, что самые лучшие случаи для того, чтобы покончить курить курс? И что ресурсы есть в Орегоне и Marion County для того, чтобы покончить курс? Так что, есть много ресурсы для того, чтобы покончить курс? И current research shows that a combination of both medication и лечения, и лечения, это самый лучший способ способ для покончить курс? То есть, первое, в Орегоне Тобако Квит Лайн. То есть, первое, в Орегоне Тобако Квит Лайн нужно использовать в Орегоне Тобако Квит Лайн. То есть, у вас есть адреса в Орегоне, и у вас есть 1-800-7-8-4-8-6-6-6-9. Они offer both counseling и у вас есть 8 месяцев, и у вас есть 8 месяцев. Есть много разных способов, чтобы отказаться от курения. Но исследования показывают, что наиболее эффективный способ – это сочетание никотинозаместительной терапии и консультации специалиста. Так вот, есть такая служба Oregon Tobacco Квит Лайн. Это такая горячая линия, которой могут воспользоваться люди, которые имеют адрес в Орегоне. То есть, если у вас есть адрес в Орегоне, то вы имеете право на услуги вот этой горячей линии. Телефон этой горячей линии 800-7-8-4-8-6-6-6-9. Я повторю этот номер. 800-7-8-4-8-6-6-6-9. И вот эта горячая линия, ее специалисты предлагают именно такое сочетание. Консультации специалиста и до 8 недель никотинозаместительной терапии. Что подразумевает вот эта никотинозаместительная терапия? Она включает применение специальной жевательной резинки и пластырей. И эту помощь можно получить на русском и на английском языке, либо по телефону, либо в режиме онлайн по интернету. Я хочу спросить, оказывают ли такую помощь на украинском языке? В настоящее время эти услуги не оказывают на украинском языке, но в будущем возможно, что эти услуги будут оказываться и на украинском языке. Thank you. There's also options for quitting tobacco if you live in Salem. There's the freedom from smoking classes at Salem Health in Salem. And it's eight two-hour classes that are in person that are currently only being offered in English. And if you have Kaiser Permanente, there is the freedom from tobacco classes that are in English and that's only in English. And these are available online or in person. So there's multiple options to choose from if you want to quit smoking. If you live in Marion County, both virtual and in person. Если вы живете в районе Сейлома, то есть у вас дополнительные возможности. Например, при организации Salem Health есть программа Freedom from Smoking. Можно сказать, жизнь без табака или, дословно, свобода от курения. Эта программа предоставляет восемь двухчасовых занятий на английском. Занятия проводятся непосредственно лично в классе. Если у вас страховка от медицинской сети Kaiser, то у них есть программа Свобода от курения, которую можно пройти и по интернету, и в классе. И занятия проводятся на английском языке. Так что вариантов для прекращения курения много. И процесс может проходить и очно, и по интернету. Спасибо, Эндрю. Я еще хочу спросить, сколько стоят такие услуги? Особенно если у человека нет медицинской страховки. Какие обслуживанияные 용anse bajo trzeba Terence по правилам 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 действия idag? Yeah, so even if you don't have health insurance, there are free services to access in Marion County. So the Oregon Tobacco Quitline and Freedom from Smoking at Salem Health are both free, and neither of those require any insurance at all. And a lot of those who use the Oregon Tobacco Quitline actually don't have insurance. And with the Oregon Tobacco Quitline, you can get up to eight weeks free of nicotine replacement therapy. So that's medication like gums or patches that's offered. So you can access these free resources to help not only your health, but also the health of your loved ones. If even if a person doesn't have medical insurance, then in Marion County is a lot of opportunity to get help. Например, можно воспользоваться бесплатной программой Oregon Tobacco Quitline – орегоновская программа для бросающих курить. Можно также воспользоваться программой «Жизнь без табака» в клиниках Salem Health. Эти программы не требуют наличия медицинской страховки, и они бесплатно предоставляют восьминедельный запас никотинозаместительной терапии. Никотинозаместительная терапия, это еще раз повторим, это жевательная резинка специальная и пластыри, которые помогают в процессе отказа от курения. И по данным вот этой орегоновской программы для бросающих курить, большинство участников ее не имеют в медицинской страховке. Следующий вопрос. Вот бывает, что нас беспокоит то, что близкий человек не может бросить курить, и мы хотим помочь ему в этом процессе. Вот я хочу спросить, что можно сделать, чтобы поддержать близкого человека, который хочет бросить курить, или находится в процессе отказа от курения? What can someone do to support a loved one who wants to quit tobacco, or is in the process of quitting tobacco? Yeah, so there's a lot of things you can do, and a lot of ways you can support a loved one who wants to quit tobacco, or maybe is in the process of quitting tobacco. So, there's a tool that clinicians use to help those quitting smoking hold on to their quit attempt. It's called Ask, Advise, Refer. So, essentially, you ask them about their tobacco use, you advise them, so you talk about how it's bad for their health, why you want them to quit, and then you refer them to one of the resources that's available. And so, some of these resources that are available include the Oregon Tobacco Quitline at 1-800-784-8669, the Freedom from Smoking classes in Salem, and the Freedom from Tobacco classes online. And it's important to be patient with your loved one as they're going through nicotine withdrawal, because nicotine withdrawal can heavily affect someone's mood. And if they relapse, don't be upset with them, celebrate the amount of time they were able to quit smoking, and keep in mind, the average amount of attempts to quit smoking it takes before someone quits for good is 8 to 11 times. So, just keep that in mind when you're supporting a loved one quitting tobacco. And there's also things you can do. You can give them to help them quit tobacco, such as chewing gum or hard candy to suck on. So, there's a lot of resources and ways to help your loved ones quit tobacco, and it's for the benefit of their health and the health of those around them. There are many opportunities to support someone who wants to quit smoking, who wants to quit smoking or want to quit smoking. Ну и в-третьих, направить человека к нужным ресурсам. Можно, например, порекомендовать такие ресурсы, как Орегоновская программа для бросающих курить, Oregon Tobacco Quitline, телефон 800-784-86-69. Можно посоветовать занятия по программе «Свобода от курения». Эти занятия предоставляются и по интернету, и как занятия в классе. Так что можно воспользоваться вот такими программами. И когда вы общаетесь с человеком, который бросает курить, пожалуйста, наберитесь терпения. Потому что когда человек отказывается от курения, то это влияет на его эмоциональное состояние, на его настроение. И если вдруг человек начал бросать курить, но потом закурил, не судите его строго. Наоборот, похвалите его за то, что он сумел хоть какое-то время продержаться без табака, и может быть он продолжит свой отказ от курения. И вот еще следует помнить, что в среднем человек делает от 8 до 11 попыток, прежде чем он окончательно бросит курить. Так что имейте это в виду. Процесс это сложный для бросающего курить. Его надо окружить вниманием, заботой, набраться терпением. Ну и вот такие простые предметы, как жевательная резинка или конфеты леденцы, помогают преодолеть тягу к курению в процессе отказа от курения. Так что есть много способов помочь родному человеку преодолеть тягу к табаку, поддержать его здоровье и здоровье окружающих. Потому что, как мы знаем, курение причиняет пред здоровью и самого курящего, и здоровью окружающих. Но возможности есть для того, чтобы покончить с этой привычкой. Я благодарю Дрю Пол за то, что она присутствовала сегодня на нашем радио и поделилась полезной информацией, которой, я надеюсь, вы сумеете воспользоваться, если перед вами или перед вашими близкими стоит такая проблема, как необходимость покончить с курением. Здоровье – это наше самое главное богатство. Никогда не поздно поставить перед собой какие-то цели. Например, начать делать что-то полезное для укрепления здорового образа жизни. Это может быть решение делать зарядку, например, по утрам или по вечерам, когда вам удобнее. Или гулять на свежем воздухе. Или начать ходить в спортзал. А для курящего человека таким решением может быть решение бросить курить. Поговорите со своим врачом или позвоните на горячую линию. Я повторю номер телефона 800-784-86-69. Я еще раз повторю этот номер. 800-784-86-69. И на этой горячей линии вы сможете получить бесплатную помощь. Можно еще зайти на сайт. Этот сайт имеет такой адрес www.witnow.net, косая черта Oregon. Я повторю адрес. www.witnow.net, косая черта Oregon. На этом сайте можно найти много полезной информации для тех, кто хочет бросить курить. Вот программа, которая работает через вот этот сайт, уже 20 лет, более 20 лет использует проверенные методы, благодаря которым миллионы людей покончили с курением. Зайдите на этот сайт сегодня, и консультанты будут работать с вами индивидуально, и они помогут преодолеть вам тягу к курению, справиться с симптомами отмены никотина, поменять привычки и начать жизнь без табака. Друзья, I thank you very much for joining us today, and for sharing all this great information. I hope that our listeners will find it useful and helpful. И нашим дорогим радиослушателям я желаю всего самого лучшего. Берегите себя и ваших близких. Thank you so much for having me. I had a great time. Thank you very much.